Доброе утро! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Татьяна Денирова и Кирилл Политов. Здравствуйте! Еще пять учебных заведений в Краевой столице сегодня могут закрыть на карантин. В этом списке 42-я и 69-я гимназии, а также 103-я и 84-я школы. Под вопросом учебные процессы в школе номер 125. Для некоторых классов занятия здесь уже полностью отменили. В целом по краю на карантин сегодня закрыты 67 школ и 93 детских сада. Эпидемический порог по гриппу превышен на 47%. Как отметили в Барнаульском комитете по образованию, в прошлом году в аналогичный период ситуация была сложнее. Как правило, карантин длится максимум неделя. Неделю так, что школа откроется не позднее 8 февраля. 73-ю годовщину со дня окончания величайшего сражения Великой Отечественной войны Сталинградской битвы отмечают сегодня по всей России. В Барнауле представители общественности и власти возложат цветы к мемориалу славы. А накануне во многих регионах страны, в том числе и в Краевой столице, прошел молодежный исторический квест «Сталинградская битва». Его участники пытались воссоздать события тех лет, рассказывает Илья Кочетков. 2 февраля 1943 года. В этот день завершилась одна из самых продолжительных и кровопролитных битв в мировой истории. Битва за Сталинград. Даже германские военачальники годы спустя признавали, это стало величайшим поражением немецкой военной машины и крупнейшей победой русского оружия. 73 года спустя современная Россия, Барнаул. Мальчишки и девчонки, которые про Сталинград и вообще войну только из книжек и фильмов-то знают, участвуют в интерактивной игре. Их задача пройтись по основным точкам, связанным с победой, и выполнить задания на знание истории войны, а также логику и сообразительность. Суть задания. У нас есть с вами 15 гербов. Из них нужно найти 13 гербов городов-героев. Дается вам время 5 минут. Раскладываем. Москва. Москва. Так, Новороссийск. Мемориал Победы, бульвар защитников Сталинграда, музей поста номер один. По словам организаторов, акция началась одновременно более чем в 50 городах страны. Барнаул собрал 17 команд Избийска, Рубцовска, других городов. Первый пробный квест уже проходил год назад, но с массовым участием молодежи впервые. У нас около 80% всего квеста, а их около 40 заданий, посвящено именно Сталинградской битве. Будь то исторические события, либо неизвестные факты о Сталинградской битве. Ну и, конечно же, большой блок, который проходит сейчас на площади Победы, завязан именно на связи Сталинградской битвы и Алтайского края. Кстати, одним из заданий квеста для ребят было провести опрос прохожих на бульваре защитников Сталинграда. Спрашивали, что знают барнаульцы об этом событии. Ребята признались, далеко не все ответили. Не просто правильно, а хоть что-то. Так что подобные мероприятия крайне полезны. Завершилось соревнование в стенах экспозиции «Битва за Москву» в Бородино, где сама история, кажется, ожила, где память говорит. Ведь и оборона Москвы, и Сталинград – это части одной большой битвы за нашу Родину. Илья Кочетков, Александр Морозов. Наши новости. Уже более 20 жителей Алтайского края воспользовались законным о банкротстве физических лиц. Обратились в суд с просьбой признать себя банкротом. Но это только вершина айсберга, говорят юристы. На самом деле граждан, которые не могут платить по кредитам, в тысячу раз больше. Просто не все знают, как решить проблему законным путем. В каком случае человека могут признать банкротом, расскажет юрист в нашей постоянной рубрике. Объявить банкротом гражданина может только суд, если сумма его долга превышает 500 тысяч рублей. Срок невыплаты составляет 3 месяца. Общая сумма его долга превышает стоимость движимого и недвижимого имущества. А также, если у гражданина отсутствует источник постоянного дохода. В этом случае суд назначает финансового управляющего, без которого гражданин уже не может совершать никакие сделки. В противном случае они будут признаны недействительными. Также в суде оспариваются все сделки по передаче имущества супруга или родственникам, совершенные в течение года. Имущество в совместной собственности выделяется по решению суда для погашения задолженности. При этом надо понимать, что процедура защищает граждан от потери жизненно важной собственности. Режим повышенной готовности из-за угрозы вредителей леса введен в 17 районах края. Об этом сообщают в Главном управлении природных ресурсов и экологии. По словам специалистов, рост численности насекомых наблюдается в последние два года. Главные вредители леса – шелкопряд Монашенка и сосновая совка. Они буквально губят деревья. По предварительным оценкам, площадь поражения лесных угодий в этом году может составить свыше 200 тысяч гектаров. В зоне особого риска – леса Тальменского, Мамонтовского, Романовского, Панкрушихинского и других районов края. Истреблять вредителей начнут в мае, однако подготовку нужно начинать уже сейчас, отмечают в Главном управлении природных ресурсов края. С этой недели специалисты начнут выезжать в лесничество, чтобы исследовать почву. Им необходимо выяснить, как перезимовали насекомые. Кроме того, предстоит запросить дополнительные средства у Рослесхоза. Имеющихся 100 миллионов рублей недостаточно. Сейчас в управлении готовят необходимые документы. Новый курорт может вскоре появиться в Алтайском крае. На торги выставлен участок площадью 28 гектаров, который предназначен под строительство санаторно-оздоровительного комплекса. Как сообщает официальный сайт администрации края, участок расположен в Завьяловском районе, который славится своими уникальными озерами. Концентрация солей в них сопоставима с Мертвым озером в Израиле. Уже разработан инвестпроект. Объем вложений составит 1 миллиард рублей. Планируется построить всесезонный санаторий на 400 мест, футбольные и теннисные поля, критый аквапарк, футзону. Потенциальный инвестор может воспользоваться как существующим проектом застройки данной площадки, так и предложить свое видение. Аукцион состоится 26 февраля. Сразиться на лазерных мечах, расправиться со штурмовиками, пообщаться с мастером Йодой. Такую уникальную возможность получили участники Барнаульского детского праздника по мотивам фильма «Звездные войны». Мероприятие, ставшее уже традиционным, организовал журнал «Автограф». Все игры и конкурсы объединяла главная тема праздника – сюжет фильма «Звездные войны». В гости к барнаульским ребятишкам пришел даже сам мастер Йода, который принимал непосредственное участие в викторинах. Тебе сегодняшний праздник нравится? Да. А что в нем хорошего? Ну, здесь были «Звездные войны». Это не первый тематический праздник для детей, который устраивает «Автограф». Уже проходил «Бал принцев и принцесс», а также «Радуга желаний». В этот раз мероприятие помогли организовать Барнаульский зоопарк, компания «Хэппи Лэнд», «Магия трав», «Школа скорочтения» и «Центр экспресс-игры на гитаре «Перекресток-22». Каждая компания-партнер подарила ребятишкам свою порцию положительных эмоций. Кстати, «Автограф» устраивает не только праздники для детей, но и уделяет внимание подрастающему поколению на страницах своего издания. У нас есть тематические страницы «Детская площадка», где мы рассказываем о том, что интересно детям. Это детская психология, моменты, связанные с детским здоровьем. Кроме того, «Автограф» периодически выпускает детские приложения к журналу. Возможно, в будущем выйдет отдельное издание для малышей. А традиционные встречи на тематических праздниках будут продолжаться обязательно. Галина Ямашева, Павел Лаурнин. Наши новости. Февраль в Алтайском крае будет теплым и традиционно снежным. Синоптики прогнозируют, что количество осадков на востоке региона превысит норму. Средняя температура воздуха в феврале составит 11-15 градусов. Начало месяца будет теплым, днем 2-7. А затем ненадолго вернется мороз до минус 30 градусов. К концу месяца придет потепление. Зима не даром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. Федор Иванович Тютчев. Сколько лет прошло, а законы жизни неизменны. Какое у тебя лирическое настроение, Татьяна, с утра. Приятного начала нового рабочего дня и вам. К утреннему часу все новости. Звоните к нам в редакцию по телефону 659-129. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова